Так, друзья, звук есть, видео есть. У нас действительно возникли какие-то сложности с входом в вебинар очень большого количества участников. Мы ожидаем, что они смогут это сделать в течение ближайших 5-10 минут. Но поскольку кто-то уже смог подключиться, мы начнем сейчас. Да, коллеги принесли нам табличку, которая говорит, что прямо сейчас всем идет правильная ссылка на вход. Поэтому ближайшие 5 минут проведите вместе с нами, но это будут такие, знаете, время небольшого introduction. То есть мы вам расскажем о проекте Академия продаж BIM24, о чем мы, собственно, поговорим сегодня и в каком формате пройдет наш вебинар сегодня. А в приключении напишите, что вы подключаетесь, нас слышно. Хотелось бы получать от вас обратную связь. Да, друзья, напомню, что вы можете писать ваши сообщения в окошке questions. Вы не будете видеть сообщения других участников вебинара, но их будем видеть мы. Поэтому, если вы прямо сейчас смогли подключиться к вебинару, слышите нас и видите, поставьте, пожалуйста, плюс. Можно написать «слышно хорошо» или «слышно не очень хорошо». Мы проверим, все ли у нас работает корректно на нашей стороне. К сожалению, вот третий раз мы проводим вебинар серии Академия продаж BIM24 и впервые у нас случилась какая-то такая техническая неприятность на стороне платформы организаторов вебинара. Но я надеюсь, что очень быстро ее сейчас полечим и все те, кто не смогут включиться, подключиться. Хотелось бы отметить, что… О, Игорь уже ставит плюс, отлично. Мы видим, что нас и видно, и слышно. На все вопросы мы отвечаем либо в течение вебинара, либо в конце. Да, друзья, я вижу в вебинаре, конечно же, не только одного Игоря, поэтому большая просьба, если вы нас сейчас видите и слышите, поставьте плюс. Я надеюсь, что сейчас тогда будет большая рассылка, и все смогут по новой ссылке в этим вебинаром, все будет видно хорошо и здорово. Так, ждем еще минуту. И регулярно оплачивающих ваши услуги, либо ваши товары клиентов. У нас для этого есть специальный гость. Он присоединился с самого начала нашего вебинара. Его тоже зовут Юрий. Да, я чуть позже представлю Юрия, расскажу, какой опыт у него есть именно в области работы с людьми. Ну, и сейчас ждем подключения наших остальных коллег. Так. Я думаю, еще пару минут, наверное, где-то у нас займет подключение. Приносим наши извинения за то, что начинаем не вовремя. Я очень не люблю быть нефунктуальным. Но, к сожалению, иногда либо непогода, либо некорректно работающая платформа вебинаров вносит свои коррективы и приходится немножко подождать. А может, сразу узнаем, что за городаком подключились сейчас? А у нас пока кроме Игоря никто не написал, потому что у меня такое впечатление, что нас не слышно и не видно. Поэтому я думаю, что, может быть, один либо два человека напишут нам по своим городам. А очень хочется узнать географию всех участников, которых мы ожидаем в большом количестве, то есть несколько сотен. Так. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Раз уж у вас получилось подключиться опередим всех остальных, то у вас есть и прерогатива первыми получить ответы на ваши вопросы. Также было бы интересно узнать, если у вас какие-то текущие проблемы в вашем бизнесе есть по работе с даром, с подачей, сзади, с их обработкой. Собственно, на этой признанной решательной дырой тема нашей сегодняшнего мебинара. А я теперь не смотрю пока на счетчик посетителей. Он у нас кардинально не меняется пока еще, к сожалению. Надеюсь, люди сейчас появятся. Да, ссылка ушла. Подсказывают мне коллеги с правильной ссылкой. Значит, мы можем ожидать, что в течение пары минут люди, которые не могли войти в мебинар, они смогут это сделать. И мы начнем нашу программу с небольшим, к сожалению, временным оставанием на 10 минут. Но я надеюсь, что вам с нами сегодня будет и не скучно, и полезно. Александр просит сделать чуть ближе к микрофону или чуть громче. Александр, поставим микрофон ближе к Юрию. Он у нас сегодня будет главным заплачиваемым на 10 минуту. Юр, скажи, пожалуйста, что-нибудь. Я могу рассказать то, о чем мы сегодня поговорим. Давай, чтобы вас заинтересовать. Мы сегодня будем говорить не только о какой-то теоретической истории, о работе с людьми, зачем она нужна никому. Мы также рассмотрим конкретный пример использования бидов в компании, в реально настоящем. Мы посмотрим, как настраивается работа с людьми, как они обрабатываются, как обеспечивается контроль, своевременность обработки бидов, как они фиксируются в сериале системе. Даже посмотрим некоторые отчеты, которые можно построить в сериале БиБиС-24 на базе бидов. Какие можно выводы полезные для бизнеса сделать, сходя из работы с людьми. Отлично. Друзья, я вижу, что наконец-то рассылка с правильной ссылкой на ход вебинар попала нашим адресантам. У нас каждую секунду добавляется по нескольку участников. Поэтому мы будем начинать прямо сейчас. Я еще раз хочу представиться. Меня зовут Юрий Николаев. Со мной сегодня в нашей студии БиБиБи-24 Майя Кобысова и Юрий Каракозов. Мы поговорим сегодня о летах. Ну и сейчас вот можно сказать уже, что мы начали официально наш вебинар. Поговорим немножко сегодня о том, как работать с летами, как сделать так, чтобы процесс ридогенерации приносил максимальную пользу вашей компании. Давайте для начала мы представимся чуть подробнее. Я попрошу перелистнуть немножко наши слайды. Сегодня у нас напомнит тема ридогенерации. Давайте еще раз проверим звук. Друзья, если вы уже подключились, а я вижу, что подключилось уже много людей, и слышите нас и видите на экране, поставьте, пожалуйста, плюс. Напомню, что писать нам можно в окошке Клэшнс. Вы не будете видеть обращений или вопросов других участников вебинара, но их будем видеть мы. И мы постараемся дать сегодня ответ на каждый вопрос. Друзья, если нас и слышно, и видно, поставьте, пожалуйста, плюс. Я напомню, что Клэшнс находится у нас в нашей правой панели. Там так написано Клэшнс или вопросы в английском. Ждем ваших плюсов, которые будут подтверждать, что нас и слышно, и видно. Плюс, плюс, спасибо, Вадим, Алеся, Елена, спасибо большое. Наталья, спасибо. Замечательно, хорошо. Нас слышно и видно. Светлана, Алеся, большое спасибо. Итак, официально начинаем. Еще раз короткий интердакшн с нашей стороны. Мы представимся. Меня зовут Майя, я в продаже, уже работала больше 13 лет. Стоп. А ты меня родила, можно сказать с тобой. Ладно. Больше 13 лет, руководила различными проектами. Руководила различными проектами, работала в компании 1CBIT и компании интегратор Fusion. Также ленд-вендор, разработка, то есть все в IT-середе. Хорошо, у нас сегодня в студии трое, поэтому будем двигать микрофон. Рассчитывали на то, что будет слышно очень хорошо, но некоторые участники пишут, что либо есть эхо, либо слышно не очень. Попробуем так. А здесь микрофон у нас отключен, но оно лучше. Хорошо, попробуем так. Я надеюсь, будет слышно хорошо. Меня зовут Юрий Николаев, я директор по продажам компании 1CBIT, отвечаю за продукт BIT 24 в том числе. До этого был вице-президентом по продажам развития в фоне Финанглобал, был директором по продажам AllBiz, отвечал за проекты Hotline, был представителем компании TereoMedia. Большой достаточно постольный список, связанные преимущественно с продажами. Но сегодня у нас есть специальный гость, который расскажет гораздо больше о ледах и об обработке ледов из своего практического опыта. Я представляю вам Юлия. Юлий расскажет немножко о себе. Добрый день, друзья, меня зовут Юлий, я представляю компанию GameCloud и директор делопродаж. Мы занимаемся дневниками производства 4CBIT, стройкой и обучением для клиентов, поэтому мы знаем очень много и кейсов клиентских, мы знаем все сильные стороны, все особенности, специфику работы с сервисом, какие-то фишки. И что-то из того, что мы сами использовали, что можно делать в GameCloud 24, мы сегодня вам покажем. Друзья, нас задают вопросы. Вебинар начался вовремя или с опозданием? Для всех тех, кто присоединился к нам позже, мы специально ждали несколько минут, даже больше 10, для того, чтобы вы успели присоединиться. Поэтому у нас сейчас только начальная часть вебинара. Я предлагаю отключить камеру, потому что нас очень много в кадре. И мы поговорим сегодня о Лигнах. Еще раз напоминаю, хотелось бы для начала понять географию наших участников. Мы всегда это делаем в вебинарах. Друзья, напишите, пожалуйста, из каких городов вы к нам сегодня присоединились. Я напомню, что писать это можно опять же по решению. Пишут, что стало слышно хуже, что сильная эльха есть. Хорошо, я надеюсь, мы как-то скорректируем. И там вот микрофон, да? Мы постоянно перемещаем его туда-сюда. Так, просили подвинуть микрофон ближе к Юре. Выполняем это требование. Микрофон сейчас... Да, у меня лучше слышно. Можно поставить. А нам тем временем пишут наши участники. С нами сегодня Москва, Самара, Новосибирск, Владимир, Воронеж. Очень много участников из Москвы. Краснодар, Беларусь, Минск вместе с нами. Чебоксары, Огнинск, Чайпинская область, МИАС. Отлично, замечательная география, друзья. И очень здорово, что с нами сейчас гости даже из разных часовых поясов. Крым, Харьков, Епатеринбург, Нижнемоград, Санкт-Петербург, Минск. Чудесно. Говорят, что у некоторых участников эхо. Друзья, я не знаю, не все об этом пишут, но несколько человек уже написал. А если у вас эхо, проверьте, пожалуйста, настройки звука у себя. Потому что мы вроде бы сделали все возможное для того, чтобы у нас ничего не фамилило. Друзья, очень много Москвы, очень много Санкт-Петербурга. Чудесно. Мы тоже, а Красноярск с вами, Челябинск. Прекрасно. Мы тоже сейчас проводим наш вебинар из Москвы. И компания Гинклаб, которую представляет Юрий, это московская компания. Я в двух словах хочу объяснить, почему мы пригласили представителя именно компании Гинклаб. Битрикс24 это продукт, который можно купить как на сайте Битрикс24, так и у наших партнеров. И очень многие компании выбирают партнеров для того, чтобы провести соответствующее внедрение в Битрикс24. Настроить CRM, настроить бизнес-процессы, подключить телефонию, интеллировать его с другими сервисами, например, 1С и так далее. Компания Гинклаб один из лидеров в нашей партнерской сети. И по количеству лидов, которые проходят через них, я могу сказать, что эта компания у нас находится на первом месте. Потому что они обрабатывают действительно огромный поток выходящих лидов. Сегодня Юра расскажет нам подробнее о том, каким образом они работают с лидами. И каким образом рекомендуют обрабатывать лиды другим участникам нашего вебинара. Итак, Юр, приступай. Еще раз, пожалуйста, друзья, все, кто подключился к нашему вебинару. Прежде чем переходить к рассказу о том, как мы обрабатываем лиды. И как мы ведем работу с ними, я хочу рассказать несколько слов о том, зачем нам в принципе нужны лиды. И для чего мы фиксируем в CRM-24. Я долго искал цитату, которая соответствует нашим убеждениям. Вот Даг Холл нас выручил. Это очень популярный, известный маркетолог. Соответственно, мы в нашей компании также считаем, что маркетинг и продажа – две неразрывно связанные системы, которые друг без друга плохо живут. Вот любое решение, которое мы предпринимаем на стороне продаж и на стороне маркетинга, должно быть согласовано с другой частью. И опять же, это как бы два участка воронки продаж. Можно смотреть как так, поэтому развивать их друг от друга вести не очень хочется. Соответственно, часть целей и задач для использования лидов будет выходить из того, что мы совмещаем маркетинг и продажи. Мы хотим видеть в одной системе работу и маркетинга привлечения, и продаж, в нашем отделе продаж. Собственно, сразу привяжу пример из нашей CRM-системы. Сегодня я буду показывать на скриншотах, так как мы в рабочей CRM-системе, в той, которую мы используем, сейчас идет активная работа по обработке этих лидов. Я боюсь, что нас могут отвлекать. И поэтому буду показывать на скриншотах. Собственно, здесь показаны источники по привлечению клиентов, которые мы используем у себя в своем системе. Видно, что к нам обращаются по самым разным каналам, и мы все эти каналы фиксируем в CRM для того, чтобы можно было потом какую-то аналитику из этого ввести и просто понимать, где мы получаем самых цельевых, самых горячих клиентов. Друзья, а нам начали уже поступать вопросы. Один, два, три. Раз, два, три. Звук работает. Мы сейчас просто сделали небольшое переключение, чтобы у нас было лучше слышно. Хочу сразу сказать, пишите вопросы прямо сейчас по ходу вебинара. В конце вебинара у нас будет около 20 минут, когда мы будем отвечать на все ваши вопросы. Поэтому ни один из ваших вопросов не останется пропущенным. Пишите их, но ответ придет не сразу сейчас, а в конце. И я возвращаю микрофон Юрию обратно. Собственно, исходя из того, что я уже сказал, у нас для работы с лидами есть всего две задачи, для чего мы их фиксируем и для чего мы их работаем в CRM. Одна, собственно, из них – это сбор, распределение и контроль обработки входящих обращений. Собственно, лиды являются тем этапом, который совмещает два этих участка воронки продаж. И, соответственно, мы можем всю аналитику потом построить. Из-за того, что мы данные с какой-то внешней площадки, с нашего сайта, с какой-то рекламной площадки, перенесли в CRM-систему, мы потом можем посмотреть, насколько эффективна наша реклама в том числе. И вторая задача, которую мы у себя преследуем при работе с лидами – это аналитика качества каналов привлечения клиентов. Я говорю качество каналов, потому что мы, опять же, не можем на одних только лидах построить полную воронку продаж. Мы не можем посчитать ROI, мы не можем посчитать конверсии на более поздних этапах. Поэтому мы называем это таким качеством каналов привлечения. Мы можем понять, насколько целевые к нам клиенты обращаются и насколько, в принципе, нам удается обработать клиентов по тому или иному каналу, чтобы понимать, какой из них эффективнее при привлечении клиентов впервые в нашу компанию. Собственно, теперь перейдем к тому, как мы работаем с лидами в нашей CRM-системе. Но для начала я скажу о том, как мы получаем лиды и какие, в принципе, возможности предоставляет нам B324 в качестве продукта. На примере мы видим страницу нашего сайта с контактами. Здесь в правой части видно виджет от B324, который очень несложно настраивается и встраивается прямо в ваш сайт. Соответственно, в нем мы видим открытую форму для онлайн-чата. Также в этом виджете можно отобразить и форму заказа обратного звонка, и форму для обращения в компанию с каким-то комментарием. Здесь же можно вывести отдельные, так называемые, открытые линии в B324, то есть какие-то аккаунты из мессенджеров или социальных сетей. Все это B324 умеет интегрировать в систему и очень удобно собирать. То есть задачу по сбору всех контактов и всех обращений клиентов B324 очень неплохо решать, при этом штатными средствами. То есть вам не нужны никакие внешние сервисы, вам не нужны какие-то доработки для того, чтобы лиды почти с любого канала получить в своей CRM-системе. А я хочу сейчас вмешаться в рассказ Юрия и поделиться немножко тоже. Мы наблюдаем за опытом наших партнеров, и компания GenCloud у нас один из самых активных партнеров по использованию интернет-маркетинга, например, поисковой рекламы. То есть на свой сайт GenCloud собирает достаточно большой объем трафика, который потом конвертирует в лиды. Вот один из, как я понимаю, одна из форм конвертации в лиды, это как раз сбор контактов посетителей сайта через CRM-формы, либо через обращение в онлайн-чате и в открытые линии. Юр, я прав, да? Да, действительно, вот конкретно через форму, которую мы сейчас видим на экране, мы получаем очень большое количество лидов и, соответственно, с ними связываемся, их обрабатываем. Я хотел также показать, как выглядит со стороны самого Bitrix24 CRM работа через чат. Мы видим здесь, что клиент нам уже написал, соответственно, менеджеру в его чат приходит сообщение от клиента, что удобно реализовано, опять же, в Bitrix24 нам очень нравится, работа с персональными данными. В связи с законодательством, которое не так давно вышло, это стало очень строго и важной ситуацией для любой компании. И, соответственно, однажды настроив соглашение об обработке персональных данных, их можно в любую формулу, в любой чат, в любой виджет, который формируется в Bitrix24, вставить в один клик и не нужно отдельно дорабатывать это. То есть согласие от клиента мы уже получили, дальше мы можем с ним смело работать. Здесь мы видим, как менеджер сразу отвечает клиенту в своем чате в Bitrix24. Вернемся на страничку с формой. Здесь на заднем плане мы видим, собственно, форму, о которой уже говорили. Она тоже полностью сформирована в Bitrix24, но что, опять же, удобно сделано в продукте, мы дизайн самой формы можем полностью переделать под себя. При этом на самом сайте никакого кода мы не пишем дополнительно. То есть мы вставили форму, и все там стили и дизайн нашего сайта, он, опять же, настраивается в Bitrix24. Это может быть чуть более сложной настройкой, чем саму форму создать, но, тем не менее, продукт это предоставляет, и нам это тоже очень нравится. Мы часто от клиентов получаем просьбу сделать им так же хорошо. Как мы видим, под формой, опять же, соглашение об обработке персональных данных уже присутствует автоматически. Собственно, кроме самого сайта, лиды можно получать и по самым разным другим каналам. Bitrix24, как я уже говорил, интегрируется и с мессенджерами, и с WhatsApp, и с Telegram. Он интегрируется с социальными сетями. Если у вас какие-то группы есть, где вы публикуете свою продукцию или товары, или услуги, оттуда можно получать заявки клиентов. Само собой, различные веб-формы. Это можно и на вашем сайте размещать, на каком-то отдельном лендинге. Можно сделать страницу какую-то внешнюю, но там разместить форму из Bitrix24. И все лиды фиксировать в CRM. Собственно, настройки форм и представлены на слайде. В любые сущности, в лиде в контакте компании сделки можно получить любые данные от клиентов. То есть не только имя телефона или e-mail, но если вам требуется марка автомобиля клиента, возраст, день рождения, что-то еще для вашего бизнеса важно. Вы все это можете собирать с помощью встроенных форм Bitrix24. Теперь идем к процессу обработки и расскажем, что мы делаем дальше с полученными лидами. Но прежде чем именно к процессу переходить, я бы хотел сделать акцент на важности такого понятия, как регламент по обработке лидов и, в принципе, по работе отдела продаж. Я во все подробности того, как мы обрабатываем лиды, не буду удаваться, но ключевые правила, именно касающиеся обработки лидов, я приведу здесь. Для нас из того, что цели наши собрать лиды, обработать и получить какую-то минимальную с них аналитику, есть такое правило максимально быстрой обработки лидов. То есть мы с лидами не работаем полгода, мы не работаем с ними месяц, у нас одни сутки на обработку лида дается менеджеру, и если он не успел с ним связаться и пообщаться, и сконвертировать его дальше, то мы с лидом уже не работаем, у менеджера его забираем и отдаем другому менеджеру. Либо руководитель отдела продаж сам обрабатывает лид, потому что иначе мы клиента уже теряем. Второй важный момент – это те данные, которые мы собираем у клиента и что необходимо о нем уточнить. Соответственно, обязательными у нас являются само собой имя клиента, по какому программному продукту он к нам обращается, что именно ему требуются, услуги или лицензии, внедрение, помощь, техническая поддержка. Мы хотим знать именно, каких клиентов мы привлекаем, по каким вопросам, чтобы, опять же, можно было аналитику построить и понимать, как нам изменять свое позиционирование. И, само собой, нам важно понимать источник обращения клиентов, как я уже говорил, это одна из целей и большой смысл лидов и их использования. Также мы, исходя из правил быстрой обработки, не занимаемся долгой оценкой лида и целесообразностью работы с ним. Квалификация отдельной у нас, лиды завершаются только двумя ситуациями, когда мы, в принципе, не сможем с клиентом связаться по контактам, которые он указал. В веб-форме на сайте бывает вводят неправильные e-mail, неправильные телефоны. Это к этой ситуации. И также клиенты иногда обращаются к нам по ошибке. У нас бывает обращение в пенсионный фонд, и кого-то сбило машину, нужно помочь по каким-то услугам. То есть самые разные обращения, какие-то странные, нам порой приходят, вот для этого существует у нас статус «нецелевое обращение». Как реализуются такие причины отказов, их можно сделать на ограниченное количество в B324, я чуть позже покажу. Это тоже одна из самых полезных вещей, которые можно анализировать на базе лидов с учетом их быстрой обработки. Теперь я покажу, как эти правила и эти регламенты нам позволяют реализовывать B324, чтобы мы не вручную это делали, не строили какие-то отчеты на Excel, а чтобы мы автоматически получали вот эту информацию и доверяли сервису полностью. То есть я вижу то, что вы построили для себя бизнес-процессы, использовали наш конструктор, и у вас обработка идет не только по воронкам лидов, но и через бизнес-процессы. Абсолютно верно. Бизнес-процесс нам в данном случае позволяет, представленный на экране, позволяет нам реализовать правила обработки за одни сутки. Он несложно устроен, и все это позволяет нам B324 довольно просто и быстро настроить. В течение суток менеджеру несколько раз приходят уведомления, каждый раз проверяется статус лида, то есть если он обработан, то уведомления не будет. Если лид еще в обработке, то менеджеру приходят уведомления о том, что пора его обработать, что у вас висит незакрытый лид, и нужно с ним связаться и пообщаться. По истечению суток, отведенных на обработку лида, приходит уже руководитель отдела продаж, непосредственному руководителю данного менеджера информация о том, что с лидом все еще не связались или его не обработали, и он уже должен принять решение, что делать дальше. Либо связаться сам с клиентом и обсудить, что требуется, либо передать другому менеджеру, убедившись, что тот обработает своевременно и быстро. Бизнес-процесс позволяет нам это правильно реализовать, но на практике менеджеры достаточно быстро дисциплинируются. То есть до конца, до уведомления руководителя отдела продаж мы доходим крайне редко, но в том числе этот бизнес-процесс нам и позволяет избежать таких ситуаций об упущенных клиентах. То есть собираем мы встроенными инструментами и, соответственно, контролируем обработку тоже с помощью вот такого бизнес-процесса. Юр, если позволишь, задам сразу вопрос. По сути, ведь то же самое можно сделать роботами, то есть через автоматизацию лидов. Почему вы пошли, мне кажется, по более сложному пути, настройки именно бизнес-процессов на лидах? Абсолютно верно. Есть функционал роботов, который позволяет на отдельных стадиях настраивать какие-то мини-бизнес-процессы, но нам в данном случае не важна стадия лида, нам важно, чтобы он был полностью обработан. И, соответственно, счетчик времени у нас тикает от создания лида и передачи его менеджеру. Поэтому мы используем отдельный внешний бизнес-процесс, а не запускаем роботов по стадиям. Услышал, понял. Возможности, которые нам нужны, вот именно здесь представлены в бизнес-процессах. Идем дальше. Второе правило. По бизнес-процессу, да, еще один слайд, который нам показывает, как приходят уведомления менеджеру. Собственно, эти уведомления можно полностью настраивать. Синим цветом выделена эта сама ссылка на клиента, то есть кликнув по ссылке, можно сразу перейти в лид. Менеджеру это удобно, он получает и звуковое уведомление, и всплывающее окошко на экране есть. И в отдельной иконке в Bitrix24 висит цифра, как раз на что ему нужно обработать. То есть потерять лид, и при уведомлениях таких уже достаточно сложно. То есть Bitrix24 позволяет нам контролировать и уведомлять менеджеров. Они точно не упустят лид при наличии просто уведомлений. И далее правило по заполнению лидов. Оно решается простой настройкой полей, которые вы указываете у клиентов. Как я уже говорил, любые данные о клиентах вы можете собирать, и это называется политическими полями. Если для вашего бизнеса важна площадь квартиры клиента, вы это можете хранить и в лидах, и в компаниях, и в сделках, и в контактах ваших. Если вам важна марка автомобиля, порода собаки. Чтобы не делал ваш бизнес, любые данные о клиенте вы можете хранить в карточке самого клиента. Юр, здесь я тоже позволю задать вопрос. Я вижу то, что вы используете еще нашу старую карточку лида. Фактически сейчас уже можно работать в новой карточке. Я думаю, многие из посетителей нашего вебинара уже это пробовали. Если не секрет, почему вы еще не мигрировали на новую? Мы не перешли на новую карточку лида, потому что и сделки лиды переходят на новую карточку, и есть отдельные моменты по бизнес-процессам, которые у нас не получается реализовать в новой карточке. Это скорее не проблема продукта, это такая наша специфика, то есть у нас там определенный сложный бизнес-процесс именно по сделкам реализован, и вот его полностью реализовать на карточке сделки у нас не получается. Понял. И еще один вопрос. А насколько много дополнительных пользовательских полей вы настраивали для своей карточки лида? В лиде у нас их, точно не скажу, 5 или 6, в сделках около 10, даже, наверное, чуть больше. Отлично. Спасибо за ответ. То есть на самих польских полях реализована в том числе и какая-то аналитика. То есть если нам у клиента важно знать какой-то источник, цель обращения и прочее, мы это делаем с помощью польских полей. Вот. Собственно, вот на следующем слайде мы видим настроенные пользовательские поля, которых нет по умолчанию в CRM, но в нашей компании используются, и вот мы их настроили. То есть по каждому лиде мы можем отметить, по какому продукту он обратился из тех, что мы предоставляем, какие конкретные его услуги или задачи интересуют, и как он планирует использовать продукт, нам это тоже важно. Требуется ли ему внедрение обучения, под какие цели идет продукт. Мы тоже хотим это понимать, чтобы как-то отслеживать, насколько наши каналы привлечения клиентов соответствуют нашим целям или нашей специфике. Очень много вопросов есть сразу связанных с пользовательскими полями. Один из них я хотел бы задать. Менеджер, работая с лидом, заполняет большую часть этих пользовательских полей вручную? Ведь вряд ли клиент сразу всю информацию о себе дает. Чем больше полей, тем, как правило, ниже конверсия в заполнении CRM-формы. Безусловно, менеджер большую часть полей действительно заполняет руками. Чуть позже я к этому хотел перейти. При процессе обработки, когда лид поступает, и менеджер получает уведомления, он во время общения с клиентом, будь то e-mail, телефон или просто заявка, он может сразу перейти в лид, и, например, во время общения по телефону с клиентом, он заполняет эти поля. Само собой, у нас в криптах общения с клиентом прописаны отдельные вопросы, которые нужно обязательно клиенту задать. Ну вот, собственно, и эта форма, которая на слайде представлена, она и может служить таким мини-скриптом и напоминанием менеджеру, чтобы он не забыл это спросить и это отметить. То есть большую часть полей, да, вручную. Окей, ответ получен. Именно при общении уже с клиентом, чтобы не снижать конверсию формы в том числе. Идем дальше. Третье наше правило, которое я озвучил, это завершение лидов в нецелевые наши, когда мы с клиентом не работаем дальше. Только две причины, которые я озвучил, и, собственно, они вот так выглядят в интерфейсе. Часть контактов замазаны, потому что это реальная сервен система, и соглашение о персональных данных клиент принимает. Мы бережем их данные. Соответственно, просто кликом на последнюю стадию, мы можем забарковать лид одним из вариантов. Это тоже все настраивается в стандартном интерфейсе Bitrix24. Это функция, о которой редко говорят в каких-то учебных курсах и семинарах. Но вот это одна из фишек, которую мы знаем и используем. И часто она очень хорошо помогает бизнесу понимать, что происходит с лидами, со сделками в CRM-системе. Теперь пару слов о процессе. Собственно, из наших правил и сбора уже понятно, что происходит. Клиент обращается через сайт по телефону, пишет нам e-mail, попадает в CRM-систем. Все эти источники можно собрать и сразу в ряды с уведомлением к менеджеру разнести. Само собой, все каналы, наверное, важно тоже сказать, можно настроить очередь распределения менеджеров. То есть они не валятся на кого-то оператора, он их не обрабатывает руками. Настроена автоматическая очередь, кто из менеджеров по какому источнику, по какой веб-форме обрабатывает клиентов. И, соответственно, Bittrex по очереди раздает на соответствующих менеджеров эти заявки. То есть мы таким способом обеспечиваем и равномерное распределение заявок, и в том, что клиент у нас не будет ждать, пока один менеджер обработает всех. Юр, про источники я услышал. А делаете ли вы смену ответственного, если, например, человек выбрал тот или иной продукт или ту или иную услугу? Есть ли у вас специализация менеджеров по этим направлениям? На данный момент есть, но мы планируем набирать в свой штат дополнительных специалистов, и само собой мы это будем реализовывать. Реализовывать мы это будем само собой на бизнес-процессе. То есть когда у нас есть отдельная форма, мы к ней привязываем отдельный источник, и автоматически мы можем выбирать тех менеджеров, которые работают. Хотя с отдельной веб-формой и встроенного функционала тоже хватит. То есть мы просто настроим другую очередь. По процессу у нас всего 4 стадии обработки в лидах. Иногда клиентам требуется больше. Например, если существует оператор, который принимает заявку, связывается с клиентом, передает ее в другой отдел менеджера по продажам, может быть больше стадий в лидах. Но у нас один менеджер, принимая лиц, сразу его обрабатывает, поэтому мы сделали себе минимально необходимое количество стадий. И опять же, из наших целей исходя, нам не нужно слишком много стадий для нашей аналитики и своевременной обработки. Стадий всего 4. Необработанный лид, который только попал в сервис систему. Назначен ответственный, когда уже есть менеджер, который за него отвечает, и ему пришло уведомление. Лид в обработке используется, стадия в обработке используется не так часто, когда менеджер, например, написал письмо клиенту на заявку с почты и ждет ответа. Либо когда по указанному номеру не удалось созвониться, но через 10 минут клиент может попробовать еще раз. Либо клиент сказал, что он сейчас занят, нужно перезвонить позже. Это стадия для таких, кто в обработке. То есть с ним сразу пообщаться не удалось. И, соответственно, завершиться обработка может двумя вариантами. Успешно мы конвертируем лид в компанию в контакт-сделку. Мы B2B, поэтому компания у нас создается всегда. Либо лид по одной из указанных причин бракуется. То есть это интерфейс настройки стадий лидов и процесса обработки лидов в самой сервис системе. На каждую стадию можно вешать какие-то свои триггеры, свои роботы по обработке, уведомления отдельные, таймеры, счетчики. Все это делается с помощью бизнес-процессов и роботов B324. Отчасти поэтому их может быть больше, если у вас какие-то такие автоматизированные действия должны быть на базе стадий. Ну и, собственно, обрабатывая лид по такому процессу, мы максимально быстро с ними связываемся, мы их не теряем. Мы все лиды собираем с помощью функционала B324. То есть никаких дополнительных инструментов по сбору мы не используем. Наверное, исключение только при интеграции с телефонией. Можно использовать внешние приложения от оператора. Все остальное нам B324 позволяет делать. Собственно, и телефонию можно интегрировать через встроенный канал. Вопрос удобства работы для вас. Собираемся лиды, контролируем, обрабатываем. Вторая наша задача – это понимать, что за лиды к нам обратились, какие выводы мы можем сделать из сбора лидов. И поэтому я покажу вам сейчас пару отчетов, на основе которых можно какие-то для бизнеса выводы сделать и принять решения. Собственно, аналитика – это инструмент принятия решений. Поэтому если мы не можем ни о кого вывода сделать из отчета, он нам не нужен. Пример первого отчета – это распределение лидов по различным каналам привлечения. Здесь мы видим и диаграмму круговую, которая показывает, сколько лидов в процентном соотношении нам приносят разные каналы. И под ней мы видим табличку, где указано и количество, и проценты лидов, которые мы привлекаем. Вот этот отчет на самом деле для нас не очень полезен. Почему? Это хороший, красивый отчет, но что из него сделать, мы не знаем. Добавить, может быть, только какой-то бюджет рекламный на отдельный канал. Но без понимания, насколько тот или иной канал эффективен для нас, мы с осторожностью будем такие решения принимать. В таблице под диаграммой мы видим и конверсии по каждому источнику каналов лидов. Соответственно, та же самая табличка и те же самые данные, но представленные в чуть-чуть другой диаграмме. Здесь уже мы видим сгруппированные по три столбца на каждый источник. Первый столбец показывает нам, сколько всего лидов обратилось по этому источнику. Второй столбец показывает количество отбракованных лидов. И третий показывает количество успешных сконвертированных лидов. Наверное, наоборот, второй сконвертированный, а третий столбец – это брак лидов. Вот этот отчет для нас уже полезнее. Здесь, собственно, мы видим то качество привлечения клиентов, которое дает нам тот или иной канал. Например, мы видим, что на сайте у нас брак лидов, которых мы не можем, которые мы обработать, не можем с ними связаться, либо они нам не интересны, он достаточно высокий. А, например, входящие звонки, которые мы получаем, они гораздо лучше конвертируются. То есть либо контакты у клиента более проверенные, либо он к нам обратился не по ошибке. Из этого мы можем сделать, что в следующий раз, когда мы будем создавать какой-то лендинг или страницу на сайте с предложением услуг, мы, скорее всего, номер телефона сделаем покрупнее, нажмем кнопку «Позвонить нам», укажем рабочее время, чтобы нам почаще звонили и поменьше оставляли заявки. Потому что, видимо, клиенты в этих формах, в этих заявках ошибаются, и мы с ними не можем работать. Может быть, мы сделаем чуть подробнее и понятнее, что именно мы предлагаем в веб-форме. То есть мы не скажем просто «Форма заявки», мы скажем «Форма на получение консультации». И это, опять же, повысить конверсию, потому что ошибочных, нецелевых рядов в этой форме будет больше. То есть вот такой отчет нам уже позволяет делать какие-то конкретные бизнес-решения, которые мы будем использовать в своем продвижении, в своем позиционировании. Те же самые данные, просто по-другому представлены, уже дают нам инструмент для принятия решений. В отчетах BITRES24, само собой, можно выбирать и фильтры по ответственным, по каналам, по датам. Все это можно применять в правой части, мы видим эти фильтры. Они тоже полностью настраиваются. Третий отчет, который мы сами не очень активно используем, потому что KPI для менеджеров по лидам у нас нет. Но я сейчас знаю, что часто клиентам хочется понимать, насколько их менеджеры обрабатывают заявки входящие. Поэтому в качестве примера мы его приводим. В данном отчете мы видим по трем менеджерам, опять же, общее количество лидов, которые он получил, сколько он сконвертировал и сколько он отбраковал. Здесь уже второй столбик показывает нам брак, а третий – конвертацию. Соответственно, мы можем какой-то KPI построить по тому, кто из менеджеров лучше обрабатывает какой канал. Нам, опять же, маркетологам, заядлым очень хочется понимать, не только, как каждый менеджер обрабатывает, но и как хорошо он обрабатывает, например, письма и звонки. То есть мы сюда еще добавим фильтр по, например, источникам появления клиентов, чтобы понимать, куда именно обратить внимание менеджерам, над какой своей проблемой поработать. То есть мы в KPI это не используем, но в качестве вот таких каких-то выводов для обратной связи самому менеджеру это можно предоставить. Также это можно использовать в качестве, например, мотивации. Если этот отчет показать менеджерам, а это, опять же, можно сделать встроенными средствами, то они могут смотреть за своими результатами, сравнивать их с другими и понимать, что они там лучше или хуже других, может быть, обратиться за помощью к коллеге, который справляется лучше. То есть это хороший инструмент и обратной связи для самих менеджеров. Вот пример трех отчетов, которые можно использовать и которые мы у себя построили, на основе которых можно делать вот такие бизнес-решения, которые я привел. Конструктор отчетов позволяет много всего делать. Главное – собирать лиды, фиксировать информацию, заполнять те твалия, на основе которых вы построите отчеты, и тогда аналитика у вас будет. Собственно, у меня по лидам и по работе в нашей компании все. Мы свои задачи выполнили. Мы получили лид, мы его обработали, проконтролировали менеджеров, сняли аналитику. Все работает хорошо, как часы. Замечательно. Юр, огромное спасибо. У нас уже очень много вопросов, которые написали участники вебинара. И сейчас настало то самое время, когда мы на эти вопросы будем отвечать. Если вдруг по каким-либо причинам вы не дождетесь ответа на свой вопрос, возможно, вам раньше придется покинуть вебинар, пишите мне, пожалуйста, по электронной почте. Я переадресую Юрию еще раз все вопросы, и, очевидно, он дальше сможет ответить уже вам напрямую. Я сейчас задам пару вопросов от нас, потому что мы тоже готовились к этому вебинару. Юр, очень часто клиенты спрашивают, а нужно ли вообще работать с лидами, может быть, всю работу сосредоточить сразу на работе со сделками. Скажи, пожалуйста, в каких случаях твоя компания рекомендует клиентам работать только со сделками, отключая лиды полностью, проскакивая сразу эту стадию? Очень хороший и правильный вопрос, потому что действительно при работе с лидами мы встречали в своей практике, когда клиент сам начал работать с CRM-системой, а потом обратился к партнеру, что они злоупотребляют работой с лидами. Они их ведут, у них много лидов необработанных, висят тысячами просто лиды, которым по три года, и они не знают, что с ними делать. Поэтому и регламентация, и правила обработки лидов, и какая-то системная их обработка, автоматизация очень позволяет этих проблем избавиться. Мы согласны, что не всегда нужны лиды. Мы их редко отключаем полностью, но существует бизнес-процессы, в которых лиды не нужны. К примеру, в своей компании мы тоже для отдельных клиентов не используем лиды. Приведу пример, опять же, мы делим весь трафик и все обращения на входящие и исходящие. Входящие, само собой, звонки, письма, сайт, в которых нам приходят заявки, это все контакты, которые инициирует клиент, нам нужно связаться, проверить контакты, квалифицировать как-то лид, поэтому, само собой, они попадают в лиды. Хорошо, пойдем тогда по вопросам участников вебинара. Один из первых вопросов, которые нам задали, всю аналитику ведете в Bitrix24 или какие-то другие инструменты используете? Часть аналитики мы строим в Bitrix24. Если говорить о лидах и их обработке, вот то, что я показал, это все сделано в Bitrix24. Само собой, мы очень матерые. Мы используем внешний систем аналитики. У нас очень хорошо настроена Google аналитика. Мы любим в Excel какие-то сводные таблицы построить и макросы понаписать. Поэтому мы используем внешний систем. Чаще всего это Excel или просто веб-аналитика. Но в Bitrix24 именно работу отдела продаж и какие-то конверсии позволяет полностью учитывать. Мы это строим именно для такой расширенной воронки, для сквозной аналитики, для подсчета ROI. Вот такие вещи мы считаем с помощью внешних систем. Хорошо. Есть вопрос. Часто к лидам подключают e-mail трекинг и в лиды начинают падать письма, которые к лидам никакого отношения не имеют. Письма от арендодателей, транспортных компаний. Вот что делать в этом случае? Два решения есть. Первое – это использовать стадии нецелевого обращения. Собственно, для них мы это и делаем. Частенько бывает какой-то спам, бывают повторные обращения от клиентов уже существующих с новых e-mail и так далее. Второе решение. При настройке e-mail трекера вы можете выбрать одну папку, которая будет синхронизироваться, или несколько папок, которая будет синхронизироваться с Bitrix24. Поэтому грамотная настройка фильтров на входе самой почты, что попадает в эту папку лидов, а что у вас какие-то рассылки, уведомления, спам или служебные письма, вы просто разносите входящим фильтром на разные папки и только одну папку, которая следами подтягиваете к себе в CRM-систему. Это тоже хорошее решение. Хорошо, спасибо. У Майи есть вопрос, да? Так, а как вы оцениваете, качественно подходит лид вам или нет? То есть по каким причинам отбраковываете? Да, по каким причинам вам отбраковываете? Вот мы здесь хитрим, потому что мы лид конвертируем после первого результативного общения с клиентом. Соответственно, он к нам либо обратился по ошибке, либо мы не можем связаться, и мы лид обраковываем. Все остальное мы переводим в сделку, в контакт компанию, работаем там. Это нам нужно для того, чтобы мы все проверенные контакты хранили в CRM, захотим сделать рассылку, предложить универсальную акцию, мы их сможем поднять. В рядах контакты не квалифицированы, мы их не понимаем, а в контактах они все проверены точно. Кроме того, в сделке мы можем более какую-то глубокую аналитику по работе отдела продаж. Как таковой на базе лидов, именно в CRM B324 мы такой серьезной квалификации не делаем. Хорошо. Следующий вопрос. Хотим подключить в телефонию звонки с мобильных телефонов, например, в Мегафон такую настройку позволяет, но боимся, что в лиды начнет падать много нецелевых звонков, родственников, друзей и так далее. Что в этом случае посоветуете? Вот по аналогии с моим. Личные телефоны в принципе не использовать в продажах. Именно по этой причине. Ни статистику звонков, ни количество, ни время общения вы ничего не посчитаете, потому что по номеру телефона клиента от родственника отличить в принципе невозможно. Ни одна система этого не знает. Тот же Мегафон предлагает АТС, служебные сим-карты, другие операторы IP-телефонии, сотовой связи предлагают свой виртуальный АТС с выделенным набором сим-карт, которые можно использовать для рабочих моментов. И никому из родственников не давать ни в коем случае этот номер. Да, другой вариант IP-телефонии использовать с переадресацией на сотовой. Тогда у вас сами звонки будут фиксироваться в системе IP-телефонии, и там у вас не будет личных звонков. Только бизнес-звонки, и лиды уже будут подтягиваться оттуда. Не сотового, а самой системы телефонии. Вопрос, который наверняка порадует тебя как партнера, сложно ли самим сделать интеграцию виджета на свой сайт, или нужно обязательно заказать услуги на стройку в битриксе? Ну, очевидно, не в битриксе, а у партнеров. У кого-то из партнеров, да. Настроить саму форму для сбора лидов несложно. Самое сложное, что там есть, это именно привести ее к тому виду, который вы используете на своем сайте. То есть по умолчанию форма имеет какой-то там определенный цвет, вы можете настроить ширину полей, свои шрифты. Вот это настроить самое сложное. Но это может там любой веб-контент-менеджер среднего уровня это может сделать. Все остальное настраивается самостоятельно и просто. Там можно подключить и метрику, и аналитику, это просто указанием счетчика. Те поля, которые вы используете, вид, цвет, формы. Все это настраивается в интерфейсе. В несколько кликов и довольно-таки интуитивно понятно. Хорошо. Вот вопрос, который к лидам на самом деле, как мне кажется, имеет меньшее отношение, но интересно на него ответить. Не можем придумать, куда отнести такой этап работы с новым клиентом, как заключение договора. В лидах вроде бы это некорректно, по идее нужно конвертировать в контакт или в компанию, или в сделку. Но добавлять заключение договора в стадию сделки тоже не совсем корректно, потому что стадия сделки для нас, как пишет нам человек, это работа с существующими клиентами. То есть вот как бы ты посоветовал, все-таки только на сделках настраивать такой клиент, такой этап, если пришел новый клиент и ставить стадию заключения договора. Или каким-то образом по-другому действовать. Ну мы, само собой, из нашей практики, работая с клиентами своей, рекомендуем работать на сделках, все-таки договор, скорее всего, для вас какой-то этап воронки продаж. Хотя не очень понял про существующих клиентов. Если вы хотите... Ну, имею в виду, вот есть те, кто уже с ними подписаны договора, вот сделки ведутся с существующей платной клиентской базой. А пришел новый лид, заинтересовался и сказал, да, я готов с вами работать, с ним подписывают договор. А решение о заключении сделки принимается до договора или после? Даже, наверное, не важно. Вам хочется понимать воронку продаж, вам хочется смотреть конверсию на этапе подписания договора. Даже долгий процесс, 2-3 месяца согласования сметы, каких-то условий по договору, все равно вам захочется посмотреть, сколько клиентов на этапе подписания договора отваливаются. Поэтому обязательно сделать отдельные стадии сделки. То есть, наверное, лучше создать отдельное направление, куда будут из лидов конвертироваться новые клиенты и вести поворонки уже в отдельном направлении, не связывая со сделками текущих клиентов. Об этом тоже хотел сказать. Битрикс24 вы можете настраивать различные направления сделок со своими стадиями. Соответственно, мы также у себя используем, к примеру, новый клиент, или клиент, с которым уже подписан договор, и он там уплачивает услуги на следующий какой-то месяц. У нас это идет по разным направлениям сделок, по разным этапам. И там этапа как раз-таки подписания договора или коммерческого предложения уже нет. Он уже нас знает, мы с ним просто работаем. Окей. Канал привлечения лида заполняется автоматически при генерации лида или вручную, например, менеджером? Вот этот вопрос, который я очень хотел обойти. Хорошо. Но раз уж вы спросили, минуты на три у меня долгий ответ. Мы маркетологи, поэтому мы хотим понимать не только канал обращения к нам, клиента, то есть там e-mail, телефон, веб-форма, это для нас канал обращения к клиента. И на слайде он был назван источник. Но мы также хотим понимать не только, как он к нам обратился, но и где впервые он с нами коснулся, как он о нас узнал. Это может быть контекстная реклама, это может быть какой-то баннер, это какой-то переход на наш сайт по SEO, это может быть какой-то рейтинг список партнеров и чего-то еще, это может быть рекламная площадка, где размещен наш телефон или наш e-mail, и он оттуда нам пишет, ни разу не быв на нашем сайте. Соответственно, вот эти две вещи мы разделяем для себя. Мы называем каналом привлечения именно такую площадку, где мы впервые коснулись клиентам, а источник – это канал обращения клиента к нам и попадание его в CRM. Но вот в соответствии автоматически поставить все каналы такие привлечения не удается. Если это веб-форма, онлайн-чат, какой-то виджет B324, окей, там все это расставляется, несложно. Если же это контекстная реклама, какие-то внешние площадки, тут уже сложнее, тут идет холл-трекинг, сложный, почти невозможный e-mail-трекинг, часть лидов мы расставляем вручную. То есть у менеджеров есть отдельная табличка, где или к лиду идет соответствие источника, вот этого канала привлечения, и он работает с ним вручную. Достаточно сложная задача – это сквозная аналитика. Мы над ней постоянно работаем и боремся. Про сквозную аналитику, собственно, был следующий вопрос. Какой сервис или сервисы вы используете? Если честно, Google аналитики нам почти для всего хватает. Очень хитрыми внешними сервисами, я не скажу название, мы подтянули туда продажи из B324. То есть нам нужно посчитать ROI от первого касания с клиентом и стоимости привлечения звонка, e-mail, заявки, в деньги, которые мы получаем с этой заявки. И сравнить иметь ли нам смысл тратить деньги, в принципе, на тот или иной канал. Мы это все делаем на базе Google аналитики, которые строим очень сложно, что-то я их не понимаю, отдельный человек на это есть. И частично он выгружает их в Excel и презентует нам само собой картинки, уже такие оформленные в Excel. Google аналитика – Excel. На этом уровне они. Есть несколько частных вопросов, которые связаны не сколько с лидогенерацией, сколько больше с опытом именно как партнера. Я их отложу на конец и пойдем снова по лидогенерации. Можешь ли ты проранжировать каналы привлечения клиентов по эффективности? Например, на первом месте поисковая реклама, на втором, скажем, SEO и какие-то заявки на сайт, пришедшие с органического трафика, на третьем что-то еще. Это отчасти коммерческая тайна. Да, понимаю. Сайт у нас неплохо. И я, честно говоря, без цифр и табличек точно не скажу, потому что там есть равные каналы и хорошее привлечение. У нас точно неплохо работает сайт и контекстная реклама. Но не сами по себе. Вот почему мы связываем маркетинг и продажи, потому что они без правильно построенного отдела продаж, который именно на конкретный вид заявок очень правильно реагирует, мы не сможем построить продажи. Потому что контекст, в том числе и по нашим продуктам, он достаточно дорогой. Есть также неплохие каналы. Из-за того, что мы являемся партнером различных сервисов, нам много приходит заявок через какие-то рейтинги партнеров, где мы опубликованы, наша компания есть. По внутренним каналам от самих менеджеров этих сервисов нам пересылают заявки. Регистрируется клиент в каком-то из сервисов и попадает на нас, распределяется. Такие каналы тоже у нас есть, их достаточно много. Наверное, все по основным каналам. Я бы здесь тоже хотел комментировать. У нас название вебинара «Какие лиды лучше? По 3 рубля, но маленькие, или по 5 рублей, но большие?» На самом деле, такой вопрос часто задают себе и владельцы бизнеса, в чьих руках находится бюджет, либо маркетологи, которым они этот бюджет передают. Очень хочется потратить все деньги на один какой-то самый эффективный канал. Например, на Facebook, или на рекламу на телевидении, или на поисковую рекламу, или на участие в выставках. Но правда жизни в том, что никогда не бывает один эффективный канал. Их всегда несколько. И здесь Юра сделал очень важную ремарку, что откуда бы ни приходили лиды, если качественно не построить процесс обработки этих лидов, то есть уже на стороне продаж, то этот бюджет может быть слит просто впустую, даже если выбрать самый эффективный канал. Например, если менеджеры не будут связываться вовремя, очень оперативно, или не будут квалифицировать качественно лид, то есть понимать, это целевой клиент или не целевой, то любая эффективность маркетологов, она будет близка к нулю. Безусловно, но тут опять же лид, который обратился нам через форму на бесплатную консультацию, сильно отличается от лида, который пришел к нам на какой-то вебинар или семинар, где мы с ним пообщались. И знать должны это менеджеры по продажам, и понимать, с кем как и о чем общаться. Вот, кстати, вопрос насчет лидов. Это, наверное, в большей степени вопрос насчет клиентов. Часто ли клиенты заказывают у вас услуги внедрения? Или есть те, которые приходят, вот лиды конвертируются просто в покупателей лицензий в Bitrix24? И в Bitrix24, и по другим сервисам около половины клиентов, они не нуждаются в услугах по внедрению. У них есть свои IT-специалисты, есть свой какой-то штат, есть какой-то уже партнер по 1С, который готов взять на себя это. Есть какой-то аутсортинг, IT, там системный администратор частенько, они отнимают у нас этот хлеб и работают самостоятельно. Но даже таким клиентам можно какую-то услугу предложить по консультации, по поддержке, как минимум обучение. К примеру, свои IT-специалисты, они справятся с поддержкой Bitrix24, но настраивать бизнес-процессы они не умеют. Поэтому обучение по настройке Bitrix24, какое-то небольшое, мы можем провести. Есть вопрос, на который частично, мне кажется, Юрий уже ответил, но я думаю, стоит его задать еще раз. Можно ли отключить от лидов e-mail и телефонию, оставив только эти каналы коммуникации для работы с уже существующими клиентами, а в лиды подключать, например, только CRM-формы, открытые линии и, скажем, какой-то один общий e-mail-ящик? Безусловно, вы можете и при интеграции телефонии и e-mail в Bitrix24 есть отдельная галочка, создавать по ней лиды или нет. В этом случае, если вы отключаете эту галочку, то лиды у вас по-новому создаваться не будут, но, тем не менее, звонки какие-то новые, не новые, а текущих клиентов, они все еще будут фиксироваться, записи все еще будут приходить CRM, просто лиды не будут создаваться. Эта функция есть в сервисе. Очень важный вопрос, как вы снимаете аналитику дальше, после конвертации лидов? Даже если он превратился в сделку, не факт, что он купит. Какие KPI, возможно, есть на этом этапе? Дальнейший путь лида. Один из ключевых KPI для менеджеров у нас, само собой, это объем продаж. Также мы считаем конверсии воронки продаж. Мы очень любим смотреть на потерю клиентов в какие-то отвалы. То есть у нас такой бизнес, что клиенты оплачивают сервисы не единовременно, а мы с ними поддерживаем отношения. Они платят каждый квартал, каждый год. То есть мы с ними строим долгие отношения. И поэтому нам очень нравится смотреть цифру по отвалам, по потере таких клиентов и фиксировать. Для примера, в лидах у нас две стадии браковки, в сделках у нас до недавнего времени было 8. Сейчас мы оставили 6. То есть 6 причин, по которым мы можем потерять клиента на этапе уже сделки, мы их все фиксируем, анализируем и смотрим динамику. Если вдруг у нас стало много клиентов по какой-то причине отваливаться, мы уже двигаемся и решаем эту проблему. Есть вопрос, на который тоже уже отчасти был дан ответ. Какую именно веб-аналитику вы используете? Юрий уже отвечал, что это Google Analytics. Как технически осуществляется передача данных из BitX24 в стороннюю систему аналитики? Не отвечу. Есть какой-то сервис, который сложно и редко используется, он позволяет. То есть там точно есть какие-то постбайки, есть переходы по веб-хукам. Не знаю. Очень сложно. Хорошо. Это можно сделать, но тяжело. Друзья, у нас есть еще с вами минут 10 из-за того, что мы позже начали наш вебинар. Поэтому пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Юрий готов отвечать. Про веб-аналитику мы уже спросили. Есть частные вопросы, например, какую телефонию вы используете в BitX24? Это не совсем связано с лидами? Нет, это не будет рекламой. Мы используем оператора IP-телефонии Telfin. У нас устраивает стоимость услуг и тот пакет, который они предлагают. Хорошо. Юр, вопрос от меня. Для себя, как я уже понял, у вас основная задача сконвертировать лиды как можно быстрее в сделку, либо отбраковать. Но есть компании, где процесс работы с лидами гораздо более долгий. То есть это не один день, а это могут быть месяцы. И они квалифицируют лиды, как, например, лиды для продаж или лиды для маркетинга. С лидами для маркетинга идет очень такой длительный подогрев. Этим лидам показывают рекламу, приглашают на мероприятия, присылают какие-то письма и так далее. Вот для ваших клиентов рекомендуете ли вы какие-то модели оценки лидов, модели скоринга, банд или АБЦ скоринг или еще что-то? Мы сами этого не используем и для клиентов не часто рекомендуем на стадии лидов, потому что мы их всех подгоняем под свою гребенку. Опять же клиенты делятся на два типа. Либо у них это уже введено, они понимают это и умеют, поэтому мы для них это настраиваем как-то. Либо они только знакомятся с сервис системы и учатся работать так, как есть. Мы немного занимаемся бизнес-аналитикой. То есть мы не учим продавать, мы не учим правильно работать в продажах. Мы снимаем задачи, если мы видим явные какие-то дыры, мы об этом говорим, что вот так строить не очень правильно, тут вы теряете клиентов или эти процессы слишком удлиняют там сделку. Какие-то минимальные такие консультации бизнес мы можем давать. Но именно аналитикой бизнес, внедрением продаж мы не занимаемся. Мы снимаем ваши требования, чуть-чуть их корректируем и реализуем на системе. Если вы отбраковали лид, то есть не прошел он у вас за сутки, например, конвертацию, допустим, банально менеджеры не дозвонились, а используете ли вы какие-то, например, инструменты рекламы для того, чтобы пытаться этот лид заново вернуть и с ним как-то поработать? Или если клиент по ошибке указал не тот номер телефона, но это все-таки может быть целевой клиент, возвращаете ли вы их ремаркетингом еще как-то по-другому? У нас есть некоторый ремаркетинг, это наша подписная база в основном, плюс некоторые, опять же, клиенты, которые подключаются через партнерские взаимоотношения к нам. Но это не делается на базе CRM-системы, у нас есть внешняя система, которая занимается рассылками и в ней это все хранится. Соответственно, через нее мы пытаемся возвращать клиентов, иногда они оживают, тогда мы, ну, зависимость от обращения канала, источника, бывает, что создается новый лид автоматически, бывает, что мы оживляем старый, потому что он квалифицировался спустя год. Понял. Был вопрос у нас в начале вебинара, вот все-таки лидогенерация – это функция продаж или маркетинга? И обычно принято считать, что маркетинга, но поскольку ты отвечаешь за продажи, можешь ли ты, например, сказать маркетологам, «Ребята, мне не хватает лидов, увеличьте их количество, например, вдвое?» Или дать оценку, что лиды, которые приводят маркетологи, в большинстве в своем случае некачественные, значит, нужно поменять каналы. Есть ли у тебя влияние на этот процесс? Безусловно, мы возвращаемся к тому, что мы говорили в начале, малые решения у нас принимаются в одном из отделов маркетинга или продажи без согласования с другим. Мы всегда об этом думаем, мы всегда совещаемся. Если лиды приходят некачественные, мы видим по причинам отказа и брака, что вот этот канал приносит нам кучу ненужного, мы с ними не можем связаться, не можем работать. Само собой мы это сообщаем, нас слушают и принимают какие-то меры. Если мы видим, что клиенты неправильно понимают какую-то форму или страницу на сайте и заполняют туда свои данные, а при контакте с ними мы видим, что им нужно совсем другое, мы об этом сообщаем, и это изменяется. Взаимосвязанные системы, нельзя их по отдельности рассматривать. Это два участка воронки продаж. Не этапы, но такие участки из нескольких этапов. Это один процесс с единым результатом заключить сделку с клиентом. Хорошо, спасибо большое. Пришел очень интересный вопрос, есть ли у клиента интернет-магазин, то какие обращения стоило бы направлять в лиды, а по каким сразу создавать сделки? Сделки и все заказы через корзину, может быть у вас не корзина, а форма какая-то для получения именно продукта с ценой, готовностью оплатить. В общем, если деньги у вас есть, точно сделки. Если заказ оформят, скорее всего тоже сделки. Веб-формы, телефоны, e-mail, какие-то уточняющие, которые не заказ еще, это лиды. Там клиент тоже может ошибиться в своих данных, он может по ошибке к вам обратиться, он может спрашивать, занимаетесь ли вы тем, а вы тем вообще не занимаетесь. Сделку тут делать пока не нужно. Кстати, я очень рад, что такой вопрос прозвучал, потому что я это хотел сделать в самом конце вебинара, но сделаю сейчас. Друзья, если вы вдруг еще не зарегистрировались на нашу бизнес-конференцию 1 марта, Bitrix24 идея, то приходите и в том числе вы узнаете о том, как мы планируем объединить интернет-магазин и CRM. То есть сделать возможными получение заказов моментально в CRM и вот ту самую конвертацию в сделки, о которых Юрий говорил. Будет круто, очень ждем. Да, там будет действительно интересно, поэтому можете прямо сейчас погуглить Bitrix24 идея, зарегистрироваться на участие в нашей конференции, она бесплатная, и там будет очень много интересного и полезного. Вот вопрос, как передавать файлы через заказы на сайте? Честно говоря, не очень его понял. Андрей, если бы вы могли сформулировать точнее, было бы интересно. Я думаю, что требуется в веб-форме прицепить какой-то документ или, может быть, задание техническое и передать его из формы в Bitrix24. Честно говоря, сейчас не отвечу на вопрос. То есть поле по прицепке файла есть в лиде в сделке, попадает ли оно в веб-форму, я думаю, что должно. Нужно просто зайти и посмотреть, может ли сервер-форма, которая настраивается на Bitrix24, использовать поле типа файл. Окей, спасибо большое. Друзья, пока у нас новых вопросов нет. Если они все-таки появятся в ближайшие пару минут, мы будем готовы ответить. Я очень хочу вас попросить, дайте, пожалуйста, обратную связь полезности этого вебинара для вас. Вы можете просто по пятибалльной системе оценить, насколько та презентация, которую подготовил для нас сегодня Юрий, и ответы на вопросы, они удовлетворили ваш интерес. Друзья, ставьте, пожалуйста, по пятибалльной системе вашей оценки. Майя, есть свежий вопрос, возможно, ты задашь. А у меня вообще... Хорошо. У меня на самом деле вопрос был изначально. Кто нас вообще слушает сегодня? Вот просто хотелось бы понять, как по эффективности... То есть, если руководители, да, то поставьте. Алексей задает вопрос. Откройте секрет, будет ли шаблон интернет-магазина прямо на Bitrix24? Друзья, ответ на этот вопрос вы узнаете 1 марта. Если даже у вас не получится приехать на нашу конференцию, которая пройдет в трех городах, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, просто зарегистрируйтесь на онлайн-трансляцию нашего релиза. И 1 марта вы узнаете ответ на этот вопрос. Юра, ты зря волновался, практически все пятерки на самом деле. Друзья, спасибо большое за обратную связь. Есть еще вопросы. Можно ли упростить или автоматизировать процесс создания звонка для лида? Очевидно, как назначение задания. Либо может быть сразу обратный звонок, если клиент... Любой робот или бизнес-процесс может создавать дела для лида, сделки контакта компании, для любой сущности. Соответственно, нужно просто это действие использовать. Вопрос, как система будет понимать, что нужно сделать звонок. По смене стадии, по указанию какого-то поля, по времени, которое прошло, может быть, от создания или от перехода в стадию. То есть нужно продумать, как система узнает, что пора создавать звонок. А так действие такое есть. Отлично. Есть вопросы, даже не поскорее не вопросы, а пожелания, что очень хотелось бы пошагового обучения по работе с лидами. Друзья, оно обязательно будет. Мы не можем за один час раскрыть эту важную тему целиком. Мы сегодня постарались дать массу практики от компании, которая активно работает с лидами, от GenCloud. У нас будут еще вебинары, посвященные лидам, где мы шаг за шагом показываем, как, например, с помощью роботов настроить автоматизацию на лидах и спланировать воронку работы с лидами. Как настроить отчеты аналитики по лидам и многое-многое другое. Хорошие вопросы приходят, я продолжу задавать. Как автоматизировать передачу лидов из Facebook в Bittrex? Наверное, из форм заявок, которые можно прямо в Facebook создавать. Был ли у вас такой опыт? Интеграция с Facebook я не вспомню, потому что функционал относительно новый, и мы пока с клиентами такими не сталкивались. Тем не менее, есть открытые линии по интеграции с социальными сетями и с контактом, и с Facebook. Они позволяют формы, запросы со странички вашей компании, то есть не из личных профилей каких-то, не из личных переписок, а именно со странички вашей компании, передавать эти заявки прямо в Bittrex 24. Если вам пишут сообщения в социальной сети, то вы можете его отвечать и обрабатывать прямо в Bittrex 24. Отлично. То есть на основе того чата, который мы видели, точно так же это выглядит, только на стороне клиента это социальная сеть. Вопрос уточнили, да. Это именно из формы заявок, то есть в Facebook есть свои встроенные формы. Очевидно, здесь нужна какая-то сторонняя интеграция, может быть, какое-то приложение, потому что наш базовый функционал, насколько я знаю, он не позволяет. Он позволяет действительно собирать только с бизнес-страниц. Либо через Facebook Messenger, если Facebook Messenger подключен к открытой линии. Да, в Facebook там есть несколько типов страниц, они сейчас, мне кажется, очень сильно меняют, меняли в последнее время, не знаю, сейчас закончили или нет, работу вот с этими бизнес-страничками. Поэтому нужно просто посмотреть. Честно говоря, не знаю, про какую именно форму речь идет. Окей, друзья, последний вопрос уже с нашей стороны, его на самом деле Майя уже частично конкретизировала. Если вы в вашей компании отвечаете в большей степени за маркетинг, поставьте, пожалуйста, один. Если отвечаете за продажи, поставьте два. Если отвечаете за какие-то другие процессы, поставьте, пожалуйста, три. Если и за продажи, и за маркетинг, например, управляете бизнесом, можете ставить один плюс два. Вот, мы поймем. Нам просто важно понимать, опять же, аудиторию, там, кого больше интересуют вопросы сугубо маркетинговые, кого сугубо продаж, кого общие вопросы все вместе. Друзья, мы получили достаточно обратной связи по поводу вебинара. Спасибо вам большое. Поставьте, пожалуйста, перед выходом из вебинара либо один, либо два, либо три. Один маркетинг, два продажи, три не продажи и не маркетинг. То есть то, за что вы отвечаете в вашей компании. Либо да, можно один и два, как уже ставят многие участники нашего вебинара. Кто-то даже ставит один, два, три. Замечательно. Значит, очевидно, это руководители, которые отвечают за все. Друзья, на самом деле, мы нашу часть, которую хотели реализовать сегодня, как мне кажется, реализовали. Спасибо вам большое за внимание. Юр, спасибо тебе, что приехал к нам в гости. Если есть специальное сообщение для людей, отправляй, сейчас самое время. Используйте CRM-систему, не теряйте клиентов, обрабатывайте себя хорошо и качественно и внимательно считайте, что у вас получается. Хорошо. Друзья, спасибо вам большое. Запись вебинара мы обязательно предоставим всем вам. И если у вас остались вопросы, которые вы не успели задать во время вебинара, напишите мне, пожалуйста, по электронной почте. Она у нас сейчас должна быть на экране. Майя, если ты отключишь сейчас камеру. Я сейчас еду на экран. Да, пишите мне по электронной почте. Если будут вопросы, которые относятся к Юрию, я с огромным удовольствием переадресую этот вопрос ему. Если будут вопросы, связанные с BITREX24, возможно, с конференцией BITREX24 идея, с удовольствием отвечу вам. На этом наш вебинар официально закончен. Спасибо вам большое за внимание. Были рады сегодня пообщаться с вами на тему Лиду. Успехов и высоких продаж. Спасибо всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok